Так, у тебя появился там какой-то красный кружочек или что-то? Да, записывается. Всё, отлично, всем здравствуйте. Вот, совершенно отлично, шикарно. Всё, тогда начнём. Вот, давай тогда там какое-то первое скажу, и мы пойдём как пойдём. Вот, всем здравствуйте, кто будет нас смотреть, слушать записи в эфире. Вот, у нас сегодня такой диалог, такая встреча, где мы будем необычным образом обсуждать, наверное, про деньги. Это будет не про мышление там миллионера, мы не будем ничему здесь учить, рассказывать, что мы вообще, ну, я не экономист. Вот, Настя, по-моему, тоже. Вот, мы вообще два психолога, два нарративных практика. Вот, и сегодня у нас такой нарративный эфир про деньги, где мы будем обсуждать разные вопросы про идею денег. У нас есть аж прям целых девять пунктов. Вот, меня зовут Саша Ульянченко, да, вот я психолог, нарративный практик, эмоционально-образный терапевт, тоже ведущий блога. Вот, как и Настя, вот, какие-то еще у меня, может быть, есть заслуги, вот, но сходу не вспомню. Вот, Настя, тебе слово, если хочешь, может, как-то представиться. Да, Саша, спасибо большое. Я вижу, что мы вот в телеграм-канале у тебя, и я здесь подписана, как своим телеграм-каналом, что Настя внутри инсайта. Вообще, меня зовут Настя Сенченко, вот, я нарративная терапевтка, вот, еще ведущая группа, и сейчас вот заканчиваю обучение на курсе нарративных супервизоров, может быть, в будущем супервизорка. Вот, очень-очень любопытно, как пойдет наш бесед сегодня, потому что, действительно, как Саша сказала, мы не экономисты, не будем тут как-то учить миллионы, там, зарабатывать или расширять, что там, мышление, установки разбирать, там, и вот такое. Мы скорее поговорим, как, может быть, из роли психологов, а может быть, даже из роли просто людей, на которых также влияют разные идеи денег, да, и, ну, просто посмотрим, что мы по этому поводу вообще думаем, и что нам помогает вообще как-то с деньгами, не знаю, обходиться. Вот, какие-то такие у меня надежды сегодня. Да, да, значит, можно сказать, добавить, потому что, ну, тоже, да, как-то работая с людьми всегда, ну, вот иногда все равно, ну, как бы, иногда, ну, частенько эта тема всплывает, потому что, как минимум, люди, там, ну, платят, да, за психотерапию, вот, ну, и как-то тоже в процессе люди всегда это упоминают, потому что, там, деньги, там, связанные с какими-то мыслями, эмоциями, там, на отношения всегда влияют, и тоже этот контекст как-то, ну, прям, периодически, я думаю, поднимается всегда у всех, там, практикующих специалистов, вот, и поэтому, ну, какая-то такая очень интересная тема, и вот тут тоже, когда мы с Настей обсуждали вот про этот эфир, вот, я как-то спросил, почему тебе интересно провести, а я говорю, а потому что, ну, как будто бы, вот, нигде не обсуждали, ну, очень редко обсуждают вот деньги, не именно с концепцией, что, блин, что сейчас делать, что больше заработать, да, то есть вот этот вот вечный, а с позиции, что, с какими вообще-то, может быть, какими-то социальными контекстами, чувствами, там, отношениями, это может быть связано, это как бы есть, но так мало, и тут хотелось бы вот добавить этих всяких штук, вот, ну, и так, подводочка. Да, мне кажется, ты как раз к первому вопросу подвел, что как деньги вообще влияют на нас, и какие эффекты мы замечаем, потому что ты как раз сказал, что вот это давление, что нужно больше заработать, что же такого сделать, как же с собой, я не знаю, в себе покопаться, ну, то есть я прям замечаю этот эффект, я не знаю, тревоги или эффект какой-то непредпочитаемый, что я как-то отдаляюсь от себя, потому что я сразу вижу, блин, боже, я не миллионер, и близко не там, как-то, и нет у меня, собственно, какого-то, не знаю, много крутого бизнеса какого-то, и все, и я не знаю, как быстро там оказаться, вот это вот еще такое давление, что-то быстро перепрыгнуть, быстро вот в этой счастливой какой-то жизни, и часто это, ну, порождает чувство какой-то собственной несостоятельности, неадекватности, возможно, но при этом как будто бы не предлагается каких-то прямых и понятных путей, как это достичь, и в итоге, ну, ну, все. Слушай, да, вообще, ты шикарно сейчас тоже говоришь, знаешь, я помню, как раз ты же проводила группу, по-моему, «Довольная», да, называется, вот, и ты как раз там тоже затрагивала, вот, и помню, тебя-то описывала, ну, там, когда пошла группа, ты, по-моему, описывала какие-то эффекты, мысли с этой группой, тоже вот говорила про вот ощущение, там, своей самооценки, связи с деньгами, что-то такое, вот, прям очень интересно, чего там обсуждать, как вас группа прошла, ну, ладно, вот. В общем, у Настя проводит группа, как она вначале говорила, поэтому тоже обратите внимание, вот, прям очень ее рекомендую, Настя, мне кажется, классная специалистка. Да. Вот, слушай, да, вот, я тоже как-то, да, вот с собой соглашусь, потому что я вот думаю про то вообще, как деньги влияют, но я как-то вот обращал вообще внимание на то, что как-то как будто, знаешь, вот эти деньги, они как будто формируют какую-то вообще самооценку, самоощущение у людей, то есть вот есть какие-то деньги, я себя с ними как-то вот сверяю, и поэтому вот я могу себя как-то так определенным образом чувствовать, как-то себя самоощущать относительно них, вот, как-то вот такой эффект тоже есть. Вот очень-то прикольно подсветило про то, что вот там надо сдать миллионером, вот, как-то к этому стремиться и давление. Я сейчас тоже подумаю, а что вот, ну, этот образ там миллионера, что он как бы обещает, ну, то есть чего он такой прям как-то педалируется как желанным, да, вот в этом социальном контексте, почему он там, не знаю, важен, что он там. У меня есть предположение, мне кажется, он обещает легкость, ну, какую-то, что если ты миллионер, то тебе не нужно так сильно, ну, упахиваться, да, не нужно как-то вгрызаться, выгрызаться, не знаю, считать каждую копеечку, что-то такое, то есть как будто бы это легкая, беззаботная жизнь, хотя, если мы спросим миллионеров, наверное, они с нами не согласятся, у меня есть предположение, но как будто это вот, какие эффекты мы замечаем к этому вопросу, что еще эффекты, что деньги – это очень спасительная идея. Мы там, да, чтобы будем обсуждать счастье в деньгах или нет, вот, как будто бы они еще могут и счастье обещать такое очень интересное. Да, вот именно деньги обещают счастье, но не счастье обещает денег, а почему, да, ну, ладно, потом обсудим. Ну что, да, еще последний пункт, давай тут тоже добавлю, может, ко второму потихоньку перейдем, вот, да, про вот этот, ну, предпочитаемый эффект, да, богатство, но как-то, ну, тоже иногда обсуждают про вот эти, ну, там, опасные эффекты богатства, да, что людей там могут преследовать, угрожать, там, забрать их деньги разными, там, плохими способами, ну, то есть много еще каких-то таких вот вещей, да, то есть что там большие деньги – это, ну, там, большая ответственность и большой какой-то как будто бы риск, там, да, то есть чем больше шкаф, тем громче он падает, как будто, вот, но опять же, может быть, это не так, как тут и по-разному. Мне кажется, ты очень классно вот подсветил эту тревогу, то есть смотри, получается, с двух сторон у тебя нет денег, это тревожно, что нужно их как бы зарабатывать, и у тебя есть деньги, это тоже тревожно, потому что нужно этот шкаф, я не знаю, постоянно подпирать, чтобы он как-то не упал, и никто у тебя его не отобрал, и как будто бы, ну, могут быть очень, как говорят, что деньги – это триггерная тема или какая-то вот, в общем, какая-то тема вокруг которой, может быть, там, нельзя ее как-то говорить или опасно или что-то еще, вот, но я слышала, там, есть так, топ-тема, это, значит, деньги, секс и смерть, вот, и вот вокруг книг интересно все такое, но вот я думаю, что про деньги там еще может быть что-то с тревогой, а может быть и вообще с экзистенциальной какой-то тревогой, ну, мы, это не тема нашей сегодняшней беседы, ну, вот, предполагаю, что-то может быть такое, и как будто бы, знаешь, меня это переносит в наш такой второй тезис, это, что когда вот мы говорим о деньгах, на чем на самом деле мы говорим, мне всегда так хочется подсвечивать, когда, не знаю, там, какие-то друзья, подруги, собеседники говорят, что вот хочется денег, когда начинаю расспрашивать, то хочется чего-то другого, потому что если себя обложить, я не знаю, банкнотами или, не знаю, золотом каким-то, а все равно вот того, что ты хочешь, недоступно, например, хочу денег, чтобы купить себе классную машину, чтобы ехать на ней по классному шоссе, мой ветер развивался в глазах, или кого-то пригласить и прокатиться, или чтобы, да, там, меня как-то, не знаю, заметили, или я вот, или я хочу, например, денег, чтобы купить какие-то бренды одежды, чтобы пойти в какое-то место на мероприятие, где и меня приняли за свою, и тут как бы вот потребность какой-то принадлежности, например, да, или потребность вот в этой легкости на этой машине или каком-то комфорте добирания там до работы, и что-то такое, или там потребность купить дом, да, какой-то или квартиру, или какое-то свое жилье, и для этого как будто бы нужны деньги, но когда первое, да, вот иногда даже бывает на день рождения, да, желают типа денег или там вот что-то такое, и то есть так, ну, удивительно, да, что это какая-то прям идея, что можно же пожелать что-то конкретное, что человеку хочется, потому что тому, кому хочется, это Феррари, а есть люди, которым, не знаю, хочется дома, это вроде два разных штуки, вот у кого хотел дома, ему подарили Феррари, ну, как-то, может быть, не очень удобно, да, в этом Феррари жить или наоборот на доме ездить, и как-то вот... Да, да, слушай, знаешь, как будто вот про деньги говорить легче, чем про то, что за ними стоит, да, вот про социальное признание, например, вот такого чувства своей прям значимости, важности в этом мире, вот, и я тоже себе пометил, что, ну, как вот, да, когда на твой вопрос размышлял, что еще говорим о цене ценности каких-то вещей, ну, и о каком-то бытовом качестве жизни, вот, ну, ладно, но мне это очень понравилось, вот о чем ты говорил, да, то есть как будто вот что-то за этим, да, всегда стоит, и, ну, об этом как будто так, знаешь, так, ну, так, почему-то так не говорят, а вот деньги прям, вот прям на передний план, бабки-бабки-бабки, да, вот, но никто не говорит, что, слушай, а я хочу чувствовать себя достойным человеком, я хочу, не знаю, что-то меня там, не знаю, там мой муж, жена, партнер, партнерка там любили, вот, чтобы там что-то, что-то еще, ну, какие-то, знаешь, такие вещи, хотя хоть, ну, они вроде, ну, такие по базовому какому-то всем, ну, знаешь, ну, как будто они прячутся, я, ты знаешь, хочу рассказать маленькую историю, вот, которая мне однажды очень понравилась, одна моя подруга, ту историю мне рассказывала еще лет, наверное, 6 назад, она ходила на вечер встречи выпускников 10-летней, вот, и когда она приходила, и потом я тоже, когда ходил на свой вечер встречи, знаешь, когда встречаются одноклассники, всегда обсуждают эти вопросы, кто чем работает, где зачем занимается, да, вот, типа, какой там бизнес, кто сколько зарабатывает, ну, всякую вот эту штуку, она такая пришла, и вот эти вот 20 человек, все обсуждают какие-то свои бабки, детей, деньги, бизнесы, она такая смотрит на них, такая, кстати, подруги к школьной подходят и говорят, а, нет, нет, она, нет, она потом мне при встрече говорила, и говорит, типа, Саша, блин, а мне, например, знаешь, хотелось вообще у этих людей спросить, ну, какой-то своей подруге, типа, слушай, там, условно, Ленка, а вообще, а ты счастлива, нет, тебе нравится твоя жизнь, как вот, знаешь, вот такой вот вопрос, который, ну, мне кажется, никто никогда не зададет на вечер встретить выпускников, как будто потому, что он такой, ну, типа, личный, типа, такой вот свой, и какой-то вот такой, знаешь, вот эта вот разность вот этих фасадов, она как будто бы, ну, так, тоже очень интересно всегда за ней наблюдать. Да, как будто бы опять вот про этот вопрос о счастье где, и действительно, это так интересно, что про деньги как будто бы говорить легче, а еще, тут тоже так интересно, легче говорить про деньги не конкретные, а если мы сейчас про конкретно будем говорить, да, а сколько ты хочешь денег, а вот сколько у тебя сейчас есть денег, Саша, вот открой кошелек и посмотри сколько вот, уже как-то, как-то уже неудобно, как-то уже такое, а это личное, подождите, мы вот-вот-вот не собирались вроде так оголяться. И да, очень-очень любопытно. Я вот, ты сказала как раз про группу «Довольная», которую я проводила, и мы там немножко с тобой про гендерный контекст как будто бы собирались обсуждать. Да, как раз уже следующий вопрос. Да, и вот это как раз про чувства, я когда эту группу, идея была исследования связи, женственности и денег, и когда я крутила вот вокруг этого и готовилась, я поняла, что слово «довольная» — это то, чаще всего, что хочется, к чему прийти, вот быть довольной, вот удовлетворённой. Вот я там исследовала, знаешь, этимологию слова «достаток», вот «достаточно», что денег сколько их должно быть, да, их должно быть достаточно, чтобы шкаф не рухнул, вот тот, который у нас был выше по тексту, да, и как бы и шкаф был, как сам по себе, и там что-то лежало. И вот это вот про, наверное, тему, ну, не знаю, счастья, что это, может быть, про баланс какой-то, вот что это такое эфемерное. И тут интересно действительно про гендерный контекст, какие вот стереотипы есть, да. Ты когда вот предлагал этот вопрос, может быть, у тебя были какие-то идеи, почему тебе важно? Да, слушай, ну, я, в принципе, в своей практике, ну, так, в очень прям достаточном количестве работаю с ЛГБТ-персонами, с огромным удовольствием с ним всегда работаю, вот. И как-то вот это вот всегда история вообще вот гендерного, да, там, влияния на какие-то там бытовые психологические, социальные процессы как-то, ну, так сильно освещена там в наших, ну, беседах, я как-то, ну, немного про это, то есть разного опыта. Вот, ну, естественно, там я читал, обсуждал с коллегами, но какая-то вот, знаешь, основная такая вот эта идея, вот, которую я тоже частенько вижу, это вот про, знаешь, то, что вот эта вот мужественность, она как будто вот про бизнес, про работу, про бабки, а женственность – это что-то вот про там домашний очаг, тепло, любовь, вот. И какой-то вот этот вот прям такой патриархальный прям такой жесткий дискурс, он такой прям вот, у нас так вот педалируется, так людей как будто уравнивает, и вот прям кого-то там формирует, что там нужно быть такими, а тут у кого-то что-то отрезает, вот, какой-то вот такой прям контекст, который как-то всегда хочется, ну, как-то вот смотреть, как вообще он на людей влияет, как-то его там может подразвенчивать или критически к нему относиться, вот. Кому-то, может быть, этот контекст наоборот подходит, потому что у них реально так жизнь комфортно устроена, а кого-то, я думаю, этот контекст прям ломает. Вот. И тут как-то, ну, мне кажется, важно его делать видимым и иметь возможность как-то, ну, критически к нему подходить, да. Вот. Или, например, у меня еще вот тут прям такая сноска, есть такое явление, называется налог на розовое, например. Слышала когда-нибудь такое? Нет, не расскажу. А, в общем, такое очень интересное явление. Налог на розовое – это концепция, описывающая то, что товары для женской условной аудитории, они дороже, чем для мужской. То есть, условно, там, бритва для женщины стоит дороже, чем для мужчины. Или там какой-то там дезодорант для женщины дороже, чем для мужчины. Ну, какие-то вот такие прям вещи, ну, условно разные, да, базовые. Женские всегда дороже, чем мужские. Это прям очень много прям было каких-то исследований, люди прям фоткали ценники, и, ну, и назвали этот феномен «налог на розовое». Вот, потому что девушки как будто больше вот покупают, больше вот используют каких-то таких вещей, и поэтому с них можно, ну, больше типа получить денег. Не знаю, какая-то вот такая концепция. Вот. То есть тут тоже про гендерный контекст, и даже что стоимость каких-то вещей может отличаться в связи с этим. Вот. Да, да, но это меня вообще отсылает в какой-то контекст зарплаты мужчины и женщины, что на одной и той же, как бы, позиции мужчина априори получает больше, как бы, и, ну, как бы, вообще-то фемповестку сюда хочется тоже как-то добавлять. Но вот мне интересно то, что ты в самом начале сказал про вот мужественные энергии и женские энергии, что вот мужественные – это про заработок какой-то, а женские – там очаг, вот это вот всё. И я прям на своей группе, я прям разрушала эти стереотипы, приводя книгу Джозефа Кэмпбелла «Богини». Вот. Он прям там исследовал, ну, разные, как бы, проявления в культуре, вот, и разные богини, что вообще-то богини женские были и богиня войны, как бы сейчас, да, грустно это не звучало. И какого-то там есть богиня Кали в Индии, там, разрушение. То есть это достаточно такие, можно сказать, янские, вот, янские энергии, которые все-то очень сильные. И просто когда патриархат всё, как это, захватил, можно сказать, просто было такое подавление и заныкивание вот этих вот образов. И просто Джозеф Кэмпбелл, он как раз там археологические раскопки проводились, прям разные фигурки, там есть фотографии в книжке, как там, не знаю, там этим фигуркам 10 тысяч лет, там, до нашей эры, как вообще поклонялись разным богиням. И что, ну, не знаю, особенно, мне кажется, как это вот этот мем «Русская женщина» там и коня на скаку остановит, и там что-то ещё. И вот, ну, как бы, блин, вообще не про созерцательное такое. И мне кажется, вот этот вот момент про, ну, что в нас есть и мужское, и женское, да, и это не, ну, как бы, тоже про баланс и про знание себя, на самом деле. Вот люди, когда на терапию приходят, и замечают, что они больше узнают мои проявления, а не про меня, да. Никто-то мне сказал, что мне нужно носить синее, это для мальчиков розовое, это для девочек, да, что я совершенно, окей, мне носить всё там разноцветное и проявлять себя так, как мне больше подходит. То есть кому-то подходит больше какая-то, да, там, что-то достигать, добиваться, там, соревнования, кто-то от этого вообще кайфует. И это как будто бы есть стереотип, что, получается, мужчина должен от этого кайфовать, да, от какого-то соревновательного такого. Но вообще-то и нет. И я знаю много мужчин, которые, как бы, кайфуют, не знаю, от готовки какой-то или от какого-то воспитания детей, да. И вот, ну, классно, что мы сейчас, как бы, можем уже эти стереотипы переосмыслять. Но они всё ещё сильны, надо признавать вот тут, что они ещё сильны. И есть разные там тоже курсы для, что там, ну, про деньги для женщин тоже, что вот найдите богатого мужчину, и тогда у тебя будут, как бы, деньги. Но, ну, камон, да, вот рука ли то, вот-вот-вот возникает. Вот, знаешь, насчёт пару сейчас штук добавлю. Вот пока ты всё вначале говорила про достаточный, довольный какой-то. Я, знаешь, вот вспомнил, не знаю, почему-то вот концепция, есть такая концепция достаточно хорошего родителя. Я не помню, кто её предложил. Винникот. Винникот, по-моему, да. Винникот, да. Вот, он нам как раз описывал, что, ну, не нужно быть каким-то там идеальным. Это, наоборот, травмирует как будто бы, да, там, ваши отношения. А нужно быть, ну, достаточно хорошим для того, чтобы быть вот в этом гармоничном, хорошем состоянии. Это как будто бы тоже такая калька вот про уровни денег, что не нужно прям чего-то вот прям сверх-сверх идеального, потому что вот этот надрыв, он как будто может тоже травмировать, да, там, ну, состояние там психологическое. Вот. И, знаешь, последнюю фразу, которую хотелось бы вот... Кто-то говорил о чём-то, вспомнил. Ну, ладно. В общем, мне хотелось процитировать Ринату Литвинову, которую она, она же на интервью сказала. Она сказала, что... Ну, слушай, она сказала, что про то, что... Ну, у нас как бы матриархат, вообще-то, на самом деле, он силён. Ну, так, неофициально. Но пора уже как-то официально признать, что матриархат на всём пространстве как-то имеет власть. Вот. Мне как-то очень понравилась эта её фраза. Прям вообще обожаю. Мне вот здесь хочется откликнуться, что я когда читала Кэмпбелла и вообще разную литературу, что до патриархата был не матриархат, потому что приставка архи, она как бы автоматически поднимает, там, не знаю, архи-ангел, да, архи-тип, вот эта вот архи-штука. И, ну, вот то, что он писал, что когда женщины, условно говоря, были у руля, они как раз, ну, соблюдали вот такой баланс, что стремились к этому равенству, потому что, ну, мне кажется, что, да, как это, антоним патриархата как раз вот убирать эту архи-важность чего-то, потому что тогда мы в фильме Барби, я не знаю, ты смотрел, вот там как бы... Не смотрел, о чём? Не смотрел? Там как раз матриархат, да, что вот Барби там правит фильм, и Кены, они как бы выстают против этого, и, ну, наоборот, случается такая штука, что подсвечивается, как и матриархат, то есть, как ты сказал, да, закос в другую сторону тоже может быть, ну, не окей. О, слушай, блин, как классно, что ты поделилась вот этой архи, прям такие вот, мне очень понравились, супер. Вот, может, перед тем, как перейти к четвёртому, знаешь, вот ещё один важный эффект, сейчас вот подумал, пока ты говорила про то, что... Вот тоже вот в контексте гендерного, да, вот, и денег, про то, что как будто бы, знаешь, мужчин стыдить, типа, нормально за то, что они зарабатывают, ну, там, немного, а вот, типа, женщин, ну, как-то их не принято стыдить, то, что они там не зарабатывают или зарабатывают мало. И ты тоже, знаешь, как будто такой вот этот вот контекст, да, то есть к такому какому-то пристыжению, к уровню определённых там зарплаты, да, он тоже как-то вот присутствует в этом гендерном поле, это тоже такой интересный, вот, вот, идея про него вспомнила. Вот, уже легко поделиться, чтобы она сохранилась. Да, я подумала, что женщины, во-первых, а, они сами отлично справляются с тем, чтобы себя стыдить, винить и вот это вот всё, как бы, а, б, это, ну, то, что за другое, ну, как будто бы, что мужчина, вот, у него одна, как бы, функция, да, условно говоря, вот в этих стереотипах это деньги зарабатывать, и там вот тоже сверхважность вот такого добытчика, и там много стыда, а у женщин, как будто, знаешь, более, ну, как бы, разнообразные штуки, где она может тоже не справляться, и когда я вижу разные, ну, там, не знаю, какое-то социальное давление до заставания, когда ей ещё и деньги она, типа, должна зарабатывать, и ещё вот это, и ещё и карьера, и это как про вторую смену, вот, знаешь же, это, да, как в СССР, что первая смена на работе, а вторая смена дома, и, как бы, её можно стыдить из-за того, что она, там, на работе как-то что-то, и ещё вот посуда не помыта, ужин не приготовленный и так далее, а мужчина, его только заодно, вот, он пришёл, как бы, его на работе постыдили, а пришёл он дома, как бы, на диване, да, расслабляется, и вот такое, просто что-то во мне поднялось. Вот, и следующий наш вопрос, ты его писала про капитализм и, возможно, лежить без денег, вот, о чём, может быть, ты думала, какие у тебя были, может быть, представления, идеи, как к этому вопросу подходило, может быть? Да-да-да, мне здесь размышлялось про альтернативные способы обменивания, то есть я почему-то думала про криптовалюты или всякие такие штуки, то есть что вот, типа, когда идея денег, она что подразумевает собой, да, что изначально неплохая идея так-то, да, чтобы не обмениваться, там, у меня есть колбаса, у тебя есть, я не знаю, стиральный порошок, но вот, а мне нужен здесь не стиральный порошок, а какие-нибудь булочки, я пойду сначала свою колбасу, ну, короче, понимаешь, да, вот эта вот сложность обмена, и вообще идея денег так-то неплоха и прикольна сама по себе, но есть вот штука про, даже не знаю, как мы так, мы очень быстренько так обсудим, штука капитализм, да, которая как бы, но, опять же, это для меня про монополию вот этих вот денег, что не у нас есть свои какие-то собственные деньги, про которые мы сейчас с тобой как бы договоримся или там в этом самом, а есть вот этот капитализм, который нам диктует, и мы уже не можем как бы выбрать, а мы, чем мы сейчас будем обмениваться, да, или как мы будем строить, мы здесь как будто, ну, лишаемся авторства на самом деле, потому что, а может быть, мне прикольно добывать эти булочки, чтобы потом их обменивать на это и на то и так далее, вот, и, ну, не знаю, это скорее открытый вопрос, возможно ли жить без этой идеи денег, или приходят на смену, ну, какие-то другие идеи тоже про деньги, про обмен чего-либо, потому что, возможно, еще я здесь думала про деньги как отношения, как вот эти, как способ, да, как-то взаимодействовать с другими людьми, или вот, знаешь, есть такая терапевтическая идея, что, про цены за консультации, что если ставить маленькую цену, то, ну, потом есть такой эффект, что клиенты чем-нибудь, типа, подарки начинают дарить, или как-то, ну, не знаю, или такие, ой-ой-ой, мы там побыстрее, там, закончим, или наоборот, если терапевт, там, для себя, он как-то поставил какую-то большую цену, он считает, что он как бы не додает, он, типа, задерживает сессии, присылает еще кучу каких-то, там, не знаю, материалов, что-то такое, это вот про то, что прямо в терапевтических отношениях можно наблюдать, эти вот деньги, и почему они есть, например, в терапевтических отношениях, не только же капитализм, когда нам всем хочется кушать и так далее, но еще и про вот эту возможность ощущать эти, ну, что происходит, возможность обсуждать, да, у некоторых специалистов тоже сложно, там, про повышение цены разговаривать, да, как так-то, и уже, там, у нас меняются договоренности какие-то. Угу, ну, что, да, здорово. Вот, знаешь, я вот, когда размещал в этом вопросе, я прям такой сидел, думал, так, а если вообще-то убрать деньги, да, я тоже как-то представлял, как ты вот говорила про вот этот вот, да, бартер такой, колбаса за порошок и все, вот, и потом как-то я подумал, что, ну, все равно была бы какая-то такая вот, ну, валюта вот между людьми, да, и я подумал про то, что вот этой валютой могли бы выступать труд и, ну, человеческие отношения, связи, вот. То есть как будто бы деньги наши не так вот, на самом деле, мерило, вот какого-то, ну, труда и вот прям связи, да, там, коммуникативных, которые человек умеет выстраивать, вот. Поэтому, ну, это вообще как-то, ну, такая известная тоже идея про то, что вот, типа, если есть связи, все, можешь порешить, там, денежку найти, бизнес устроить, ну, по факту это, наверное, так и работает, вот. Вот, поэтому записывайтесь с психологом, развивайте свои коммуникативные навыки, общайтесь с людьми, прорабатывайте травмы. Немножко наработанного капитализма. Вот, поэтому, слушай, да, я, знаешь, думаю, твой вопрос такой, ой, я бы хотел попробовать, такой, ну, у меня сразу же идея, что, ну, тогда мне нужно, чтобы мои базовые потребности там закрывались, то есть там в жилье, в еде, там, не знаю, в здравоохранении, вот, и тогда я бы, может быть, попробовал жить без денег. Вот, то есть такой коммунный тип какого-то. Да, да, у меня вот небольшой опыт жизни без денег, он случался в лесу, вот, потому что в лесу пластиковые карточки вообще бесполезны, бумажки эти, деньги, они вообще бесполезны, то есть тебе нужны какие-то конкретные вещи, скорее всего, нужна чистая вода, ты ее не можешь нигде там добыть, только там сходив, ну, то есть, или, ну, как-то глупо, знаешь, если вы живете в месте какой-то коммуны, не знаю, какое-то количество, там, 10 человек такой, заплатить кому-то, чтобы он сходил тебе там за водой, например, то есть ты скорее, как бы, опять же, просишь его, и потом, например, ты можешь костер развести для этого человека, если ему там холодно или хочется что-то такое приготовить, или там дрова, вот это вообще-то, ты не можешь купить, как бы, дрова, тебе нужно непосредственно за ними идти, и вы можете как-то эти обязанности распределять, но там какая-то другая валюта как будто бы появляется, то есть вот этот вот для меня опыт жизни без денег, он, правда, случался, и, ну, как-то, как будто бы, вот я просто сейчас вспоминаю, возвращаюсь сюда, как будто бы капитализм где-то очень-очень далеко, что вы живете вот в моменте сейчас, и сейчас как-то, ну, договариваетесь про то, кто за что будет ответственен, да, в обеспечении. Слушай, знаешь, ты вообще все говорила, я вспомнил про опыт жизни без денег, это, наверное, наш опыт, там, до моих 16 лет, когда сам начал зарабатывать, ну, то есть по факту, ну, это детский опыт, но там, ну, опыт жизни без денег, да, вот, но не в контексте, что, типа, их вообще вокруг нет, но что у меня, как у человека, их нет, я ими не распоряжаюсь, не зарабатываю и так далее, вот, и как-то тоже очень интересно было бы про тот опыт тоже порефлексировать, как тогда удавалось жить, вот, ну, тогда, понятно, там, родители, да, обеспечивали, все такое, но мне очень понравилась своя идея про коммуну, я подумал, что весь мир, это большая коммуна, и мы все друг к другу как-то что-то там, вот, очень интересно про это было так подумать. Да, да. Я, знаешь, прежде чем двинуться дальше, мне кажется, мы где-то сейчас на середине, нашего разговора, вот, судя там, подготовленными вопросами, просто вижу, что нас слушают люди, я не знаю, есть ли здесь возможность написать что-то, вот. Слушай, да, можно написать, уважаемые слушатели, слушательницы, если хотите, можете написать к нашей фотографии, которую мы выкладывали, вот, где наш эфир, вот, в комментариях вопросы, ваши замечания, мы их обсудим, уделим им внимание, поэтому, если у вас есть возможности, вы хотите, можете написать к комментарию, к фотографии, в чате, вот, ваши вопросы, вот, я их зачитаю, мы их обсудим, вот, нас два человека наслушают, поэтому присоединяйтесь, да, вот здесь такая возможность как-то внести. Да, не повлиять на ход нашего обсуждения, потому что мы нарративные практики, и нам интересна вообще тема влияния того, как мы можем влиять на, ну, на битету в том числе. Ой, мы сейчас, знаешь, ты сказала, сейчас еще один человек присоединился, так интересно. Вот, да, поэтому если какие-то вопросы, замечания, что вам откликается, не откликается, в общем, все, что угодно, можете написать в комментариях к фотографии, вот, вот, и мы на них обратили внимание. А мы пока двинемся дальше, вот, у нас был такой вопрос про место денег в нашей жизни, и какое бы место мы хотели, чтобы они занимали, какие-то вот проставственные метафоры вообще приходят здесь. Да, да, да. Как будто мы уже начали немножко про это говорить, что если жизнь без денег, то вот это как, да, оно вообще, какое-то место освобождается, есть ощущение. А вот когда ты про него думал, про этот вопрос, может быть, у тебя были какие-то идеи? Угу. Слушай, да, вот сейчас, когда я даже перед эфиром готовился, я более прям как-то так пристально подумал об этих вопросах, вот, и что-то себе тут записал. Вот, знаешь, я подумал про то, что как будто, знаешь, вот роль, которую занимают деньги, она, ну, как будто может там находиться в разных каких-то местах, контекстах, но не суть. И знаешь, вот ценой момент, про который я подумал, про то, что деньги, они... Как описать? То, что деньги, знаешь, они как будто вот где-то, ну, извне, и как будто вот я когда смотрю на какие-то вещи, они, ну, сразу же там какую-то прям цифру рисуют. Ну, то есть условно я там смотрю на кровать там или смотрю там, ну, то есть на какой-то физический мир, у меня сразу же вот какие-то вот прям суммы, и знаешь, что как будто какая-то роль такого, ну, вот, оценщика, вот, роль такого вот сравнения, что там дорого-недорого, и как будто вот это сравнение, оно всегда мне вызывает какую-то такую вот череду чувств. То есть я смотрю на это, это вот вызывает какие-то такие чувства, смотрю тут на это, какие-то такие чувства. И вот, знаешь, просто я подумал про то, что вот это место, оно всегда какое-то, ну, извне. То есть я всегда как будто с чем-то сравниваю себя, когда смотрю на деньги. И они как-то вот такой эффект, я заметил, занимают. И вот это к вопросу про то, какую они роль занимают. А вот ко второму вопросу, какой бы хотели, чтобы они занимали. То есть я про первую часть тебе понятно объяснил или могу еще по-другому? Да, да, понятно для меня. То есть это вот какая-то такая вот вещь, с которой я все время так измеряю. И это какое-то место извне как будто. Я только подумал, ну это может быть не то, что мне нравилось. Я подумал, а как бы мне хотелось, чтобы вот эта роль денег там как-то в моей жизни была, ощущалась. Я вспомнил Вогоцкого и вот его термин «интериоризация». То есть присвоение какой-то вот штуки. То есть как будто бы деньги – это что-то такое внешнее, вот оно все так оценивается. А мне бы, знаешь, может быть, хотелось как-то чувствовать вот эту какую-то ценность, оценивание. Мне как-то, ну вот внутри себя. Ну то есть это очень может странно как-то звучит, по-боже, психолог, что ты гонишь. То есть, знаешь, не то, что типа там «я есть деньги», а вот как-то не находиться вот в этой, знаешь, такой, такое слово «челночница», почему-то вспомнил. Вот в этом вот челноке таком, что где я, где вот это вот оценивание извне, а как-то вот прям так, ну целостно ощущать, ну в таком, знаешь, что называется, каком-то вот, не знаю, не потоке, а в таком, ну в каком-то вот единстве, да, вот. Ну такой, не знаю, если говорить про… Ну то есть роль такого какого-то единства, такого какого-то совместного, такого гармоничного ощущения относительно денег. Вот это то, чего хотелось. Вот. Но это, наверное, больше про роль, а не про место. Вот. Какие-то у меня были такие размышления, такие спонтанные, странные, но для меня интересные. Вот. А что, может быть, ты подумала? Очень живые, да, мне как-то прям захотелось присоединиться к этим размышлениям и как-то так, не откуда ты позиции сверху, а прямо изнутри, знаешь, что вот у меня вот так вот, да. И ты пока говорил, я, правда, этот интернализированный какой-то образ денег, я подумала, что вот у меня какие-то отношения с деньгами, что реально как с персонажем каким-то, что я иногда у него могу как у бога денег просить, как что-то. Жаба с монетками, да, надо меня погладить. Да-да-да, да, как-то, ну, не знаю, кстати, я про жабу не думала, и вот про персонаж какой-то очень игривый, что ли. Вот. И вообще игра, вот мне нравятся разные игры, типа монополии или разных вот альтернатив каких-то, когда ты такой там строишь у себя что-то. Я в них всегда проигрываю, на самом деле. Вот, потому что я пытаюсь играть из чувств. Я сколько раз видела, что люди, которые выигрывают, они говорят, Настя, ну все очень просто, ты просто рассчитываешь, как что нужно там. Ну, чисто математика, чисто, как мы говорили, мы экономисты. Я за время сталкиваюсь, что, блин, я не экономист, я не могу вот это вот рассчитать. У меня такая, нет, ну мне вот нравится именно это здание. Я так чувствую, да. Я так чувствую, чтобы оно стояло вот у меня, и вот ну, какие-то, как бы если переносить из такого игрового опыта на жизненный опыт, у меня вот про какую-то такую согласованность с собой, потому что ты вот сказал немножко про дорого, дешево, и про вот это вот сравнение, это же всегда сравнение, оно относительно чего-то идет. И вот тогда интересно относительно чего, потому что одни и те, там, не знаю, сумма может быть одна и та же у разных предметов, но что-то для меня дорого, а что-то для меня дешево. Получается, я мирюсь с какими-то своими ценностями, по сути, что я готова там, я не знаю, книжку отдать две тысячи рублей, да, вот как бы, но я такая, а смотря, какая книжка, подождите, а смотря, что я обижаюсь, смотря, сколько диктелс, да. Ой, хорошо. Да, да, и это как будто вот уже про отношения с собой на самом деле здесь можно прям смотреть, что я могу себе позволять, потому что это может быть какая-то книжка, да, вот, я не знаю, какой журнал, очень модный с какими-то картинками, и я просто буду сладаться его, да, вот рассматривать. И это одно, как бы одни отношения, а может быть какая-то типа учебник какой-то, учебники бывают то, что там дорого стоят, и тогда это другие уже отношения, потому что, например, мне в детстве позволяли на учебники тратить, это вообще не было проблемой. А на какой-нибудь фигню, какие-нибудь журнальчики, это вот, извините, это вот уже как-то это самое. И это я могу пересочинять, как раз смотреть, что я могу себе позволять. Ну вот это, наверное, какое бы место я хотелось бы, чтобы они занимались, чтобы они такого роль позволятеля, разрешателя, да, что вот здесь про варианты отношений. Да, да. И мы как будто сейчас переходим, да, уже на вот это, что такое большие деньги и как связано сравнение себя с другими и деньги. И мне кажется, напрямую связано, потому что это как будто критерии, которые мы можем померить. То есть, условно говоря, если зарплата, да, мы вот, не знаю, если у нас одинаковые зарплаты, то мы и люди как будто примерно одинаковые. А если ты получаешь больше, то что это означает? Что как будто ты лучше? Или вот как будто здесь начинается то сравнение, и меня это сразу переносит в опыт школы и в опыт оценок, потому что на самом деле цифры за наши действия, они начинают появляться в школе. То есть у нас там еще нет денег, но мы не зарабатываем в школе, но мы уже хотели же тем зарабатывать оценку. У тебя был такой опыт, нет? У меня прям фраза была такая. Я думаю, у всех он был на минимум на протяжении 9 лет. Да, да. Но в том смысле, что вот сама фраза, что ты работаешь на оценку или там дальше в универе ты работаешь на зачетку, это вот тоже, что как будто бы там есть цифры какие-то, которые, ну вот эта условная пятерка что-то начинает весить, да, как, я не знаю, 5 тысяч долларов, да, там, или... А 3 тысячи долларов уже как-то вот, ну, не очень, да? Да, слушай, очень прям здорово, сказать, у тебя такая прям эта идея к школьному такому прям оцениванию, сравнению. А я, знаешь, сейчас пока ты говорил, тоже подумал вообще про опыт, ощущение, ну, когда вот вопрос, что такое большие деньги, я подумал про опыт вообще вот ощущения себя маленьким, да? То есть когда вот дети, например, растут маленькие, они же маленькие, но относительно кого-то, относительно там родителей, взрослых и вообще вот это... И как вот себя дети чувствуют, когда они маленькие, да? Кто-то себя чувствует, что... Ну, то есть у всех вот разный, да, тоже безумный опыт в разные моменты. Вот этот вот опыт ощущения себя маленьким относительно чего-то, мне кажется, вот это имеет какое-то большое ну, такое влияние, потому что кто-то, например, может воспринимать вот большие деньги как, знаешь, такую проекцию, что вот это что-то такое большое, величественное, и это может быть там страшное или наоборот мотивирующее, что-то доброе, то есть вот опыт большого может быть разный. И я подумал про то, что, знаешь, еще кто и почему оценивает, да, что вот эти деньги большие, а я маленький. То есть как будто бы есть какие-то там внешние фигуры, кто говорит, что, слушай, вот ты маленький, короче, да, вообще тут твое слово ничто и все такое, там, да, всякие училки, родители, когда там дети, подростки растут. Вот, и как будто и ребенок с этим автоматически соглашается, да, то есть знаешь, мне вот это иногда очень нравятся какие-то такие моменты, которые в последнее время как-то на консультациях замечаем, про то, что, типа, дети, как будто они имеют возможности сказать родителям, слушай, мама, сейчас ты будешь что-то на меня гнать, шмотки соберешь, на улицу пойдешь жить. А родители такое могут говорить. И вот этот опыт, знаешь, такого ответной реакции, такой зеркальный детей, он как будто бы невозможен. И тут тоже, знаешь, какой-то вот, то есть как будто это как-то связано с идеей про большие деньги, что они большие, потому что кто-то так сказал, и потому что, а для меня они маленькие. То есть, а я маленький на их фоне. И тут вот тоже очень много вот этих вот взаимосвязей, прям так очень интересно. Вот, и прям круто, что ты тогда посвятил вот про школу, потому что я бы прям так не подумал. Слушай, интересно, да. Очень интересно, это действительно отсылает меня к моим, ну, как-то, к моей работе терапевтской, потому что часто, если запрос деньги, там мы, опять же, говорим не про деньги, вот как бы разговоры про родительскую вот эту фигуру, да, у кого была вот эта власть, потому что деньги, власть бывает тоже часто слеплены вот тут вот. И это как бы возвращение себе права сказать, все, теперь ты идешь, да, там, куда-то, я тебе не дам, значит, на шоколадке, или вот мы здесь не поднимали этот вопрос, но то же самое для меня про денег нет. Знаешь, когда вот там денег нет, и вот всегда денег на что или для кого нет, часто это денег нет на твои хотелки или на твои какие-то вот. Про большие деньги я вспомнила, я однажды делала терапевтическую практику такую на каком-то, на какой-то конференции, и у меня пришел такой образ, что вот я такая маленькая, там было, например, про большие деньги, и стоит, и огромная такая купюра, просто она висит в воздухе, и я такая маленькая рядом с ней стою, и это было так забавно поисследовать. Как раз мы пришли тогда про то, какая фигура, если мы из-за ощущения себя маленьким начинаем выстраивать отношения с деньгами, ну, это, правда, может быть такой ранящий какой-то опыт, и предлагалось другие фигуры, ну, как бы тоже интернализировать, там, если в теме, ну, там, родительские, взрослые какие-то фигуры, ну, не знаю, персонажи, опять же. Как интересно, вы такие молодцы, там, столько всего, блин, я прям горжусь нашим эфиром, вот, круто, круто. И мы прям переходим к моему любимому вопросу, я прям про него, спасибо тебе за него, да, вот этот вот свой вопрос про количество и качество денег, что сколько, это цифра или прилагательная? Для меня он вот именно в такой формулировке очень был обогащающим, что действительно цифра или прилагательная, и вот мы немножко выше, да, поговорили про это еще, но, может быть, ты хочешь, как-то вообще пришел к этому вопросу, что там было? Да, могу как-то поделиться. Слушай, было, наверное, недели три назад, вот мы встретились, в кафе там познакомился, то есть мы там, у нас было трое, вот я там познакомился с одной коллегой, он, как оказалось, вот, и мы там, ну, естественно, когда психологи обсуждают, ну, встречается, Настя, ну, ты сама понимаешь, 90% времени они обсуждают работу. Вот, не знаю, как тебя, у меня это даже 95, наверное. Я плюсую. Вот, и мы с ним, да, тоже заговорили про эту идею про цельное образование, вот, и как-то в процессе, да, когда вот мы там говорили про коллектив, ну, по-моему, какие-то цифры денег, и вот говорили, ну, как-то, знаешь, вот эти слова, что там какая-то там цифра, например, 4 тысячи, там, 2 тысячи, там, много-мало, я вот это сижу обсуждаю, такой, так, не понял, и у меня какой-то, знаешь, такой рассинхрон, что много-мало, цифра, чего-чего, вот, и как-то вот в тот момент у меня вот появился такой вот, ну, идея, такой вопрос про много, это какое-то, например, такое внутреннее ощущение, или это какая-то цифра, и можно с ними как-то вот себя созмерить или нет, вот, примерно так вот у меня появился этот вопрос, вот, и что, может быть, про него можно сказать, сколько, это цифра или прилагательная, да, то есть... Вот тут как-то... Меня здесь отсылает, знаешь, во что, вот, ты что-то интересно рассказал про эту историю, спасибо тебе большое, как-то от рождения этого вопроса, когда дорого, это хорошо, или это, как это, качественно, или вот, то есть это начинается прилагательно, вот это что, много денег, если я за это отдал, значит, я получу какую-то качественную услугу, а если это стоит 1 рубль, то это какая-то фигня, это как-то, ну, некачественно, это, не знаю, пытаются меня там надуть как-то, или я в это не вкладываю вот эту вот ценность свою, вот. Хотя, ну, мы замечаем, что это вообще, может быть, несвязанные штуки в жизненном каком-то опыте, но все равно, мне кажется, этот вот стереотип или вот это вот первое какое-то ощущение может рождаться. Или у меня бывало такое, что я куплю что-то, типа, ну, заусловно выше среднего, не знаю, в какой-нибудь там кофейне или что-то такое, и мне, например, не очень нравится напиток, но я еще такая, ну, я, может, найду там что-нибудь для себя в вкус, может быть, но зато это кофейня волосы. Или ты начинаешь себе как-то добавлять этих прилагательных, как бы для, ну, как-то, чтобы поддержать себя. Да, да. Слушай, я, знаешь, еще подумал еще про тоже такую вещь, типа, вот как нейминг, да, каких-то вещей, да, определение какими-то прилагательными. То есть, что вот это хорошо, это плохо, это качество-некачество, это вкусно-невкусно. И знаешь, как будто бы, когда вот это касается денег, как будто всегда есть, ну, какая-то вот внешняя, да, какая-то там, не знаю, сила, кто-то, кому вот, ну, выгодно, чтобы это называлось каким-то определенным образом, да, то есть, чтобы вот это называлось там, типа, хорошо-качественно, вот. И как будто это всегда кому-то выгодно. И тут тоже вот очень важный момент. То, что как будто бы вот сумма, да, и денег, она определяет ценность вещей, да. Ну, то есть, тоже тут про это говорил. То есть, как будто не я там, да, говорю, что это ценно, классно и здорово, и там важно, а как будто какая-то вот там цифра, да, говорить, что, слушай, эта вещь такая потрясающая, вот. И тут для меня тоже как-то такая большая калька с там, ну, тоже психологической работой, психотерапией, что, ну, ценность, ну, ее, в частности, тоже и там клиентки-клиенты как-то, да, там приносят в терапию, вот. Что, да, там может быть суперклассный, дорогой психолог, и тогда я вот прихожу в терапию, смотрю, и вижу, что он классный, он дорогой, и поэтому наша терапия ценна. Да, и тогда на этом фоне я себя воспринимаю, ну, такой там, ну, такой, ну, маленький, ужатый, вот. Опять же, в какой позиции мы находимся относительно этой истории, да, вот. А как-то, ну, вообще в терапии, да, может, ты со мной тоже, думаю, соглашишься, важна вот эта вот позиция всегда как-то, ну, на равных, да, то есть, и как-то вот, если там люди как-то приходят и вот прям обожествляют там психологов, терапевтов, тогда я как раз прооткрытил написать статью, ну, ладно, сейчас сделаю немножко спойлер, вот, что есть такой термин, что как психологи вообще впадают в такое нарциссическое расширение, есть такой психоаналитический термин, это нарциссическое расширение, это такое неосознанное желание родителя через ребенка реализовывать свои ценности, потребности, вот. И как будто бы, когда человек приходит к психологу и такой, ну, вот, я там заплатил, ты классно богатый, там, ну, ладно, классный, там, дорогой, изменишь мою жизнь, как будто бы, вот, человек, психолог может впадать вот в это, вот, что я помогу человеку, и я реализую свою ценность помогать людям, то есть не человек себе поможет, а я им помогу, я такой классный, вот. И тут для меня тоже такое-то важное калька. Будем ждать статью, это очень важная тема, на самом деле. Ты пока говорил, мне хотелось докинуть, что когда есть какая-то внешняя сила, которая определяет, сколько будет стоит тот или иной продукт или товар, и вот ты сказал, что кому это выгодно. И вот на этом моменте я подумала, что когда мы говорим, о, это дорого или, о, это дешево, мы в этот момент как будто возвращаем себе авторство. Ну, потому что я решаю мне, ну, как это, не вы мне сказали, это вот столько стоит, и поэтому вам нужно и перечисляйте. А я с собой сверяю, что для меня это как. И здесь очень важный, ну, для меня реально такой момент, который, ну, вот там, в терапевтической работе мы вообще, в принципе, укрепляем человека опираться на себя и сверяться вот с собой. Когда я сверяюсь с чьим-то мнением, это дорого или дешево, или я свираюсь со своими какими-то ценностями, потому что, ну, кто-то мне сказал, что, я не знаю, там, про кофе, я люблю кофе, и вот там постоянно читаю разные статьи, что этот кофе там добывался, я не знаю, очень сложно, там, обработка и что-то такое. И как бы я могу понять, почему они называют это дорого, но я как бы, опять же, про ценности у нас схожи с этими людьми. И тогда я такая, ага, я, ну, понимаю, почему это, я могу это как-то для себя определить. Ну, вот, не знаю, понимаешь, о чём я или нет, но, короче, про вот эту сверку своими ценностями, а не когда вот это вот, как мне хочет кто-то продать и манипулировать мной, я могу как бы на разные ловушки всякие, которые до сих пор рабочие и классные, да, маркетинговые, отвлечься и отвлечься именно от себя. И вот эта вот невозможность свериться с собой, она, ну, неприятна, в общем. Вот тут, да. Здорово. Ну что, про счастье? Давай по-смому вопрос, да. Да, твой восьмой вопрос, счастье и деньги. Что можно купить? Когда уже тут выше там говорили про счастье, вот ты можешь спросить, какие, может, у тебя были размышления, каким образом этот вопрос включился, появился у тебя? Да, он включился как раз вот с предыдущим там вопросом, когда мы говорим о деньгах, о чём мы говорим на самом деле. И вот я когда, знаешь, мысленно отвечала, о чём мы можем говорить, как будто бы вот про это счастье. Опять же, про счастье можно делать отдельный эфир, даже что это такое и так далее, но как будто бы всякие поговорки же даже есть, да, не в деньгах счастье, счастье за деньги не купишь и вот какие-то темы. Но при этом есть ощущение, что если у тебя есть деньги, ну, не знаю, какое-то достаточное, короче, количество, то ты можешь обеспечивать себе, то есть что-то докупать, что-то даже, условно говоря, вот как есть эта тема, что ты ходишь на психотерапию, как будто покупаешь себе друга, вот, что он всегда за тебя, всегда, значит, тебя выслушает, и как будто бы, если, например, там, ты хочешь каких-то вещей, вроде бы непотрогаемых, да, вот какое-то ощущение внутреннее, ты можешь даже это купить уже, да, обложить себя психотерапевтами разными, да, как бы, и это купать. Друзья за деньги. Друзья за деньги, да. Ну, сейчас же разные темы, там, мы не говорим про, там, рынок, не знаю, этих секс-работников, да, но ещё есть тема с, там, не знаю, обнимашки, вот тоже есть. Друзья, где-то там за деньги и так далее. Как будто бы у меня есть ощущение, что продвигается идея, что вообще-то можно это купить, можно купить счастье за деньги. Есть, ну, если ты купишь какой-то, это в рекламе часто заметно, да, аромат духов, и вот ты почувствуешь себя как-то. Или, я не знаю, там, какие-то те же яхты, дома, ну, что-то более, там, короче, дорогое. То есть, и вот мне интересно крутиться вокруг этой идеи, всегда вот сверяться, опять же, вот, всё, что я выше говорила про, а счастье для меня – это что? Когда я точно знаю, что для меня счастье, я становлюсь более устойчивым для вот таких вот манипуляций. Потому что я понимаю, что, окей, вы продаёте мне аромат духов, он классный, и всё супер, но это никак не связано с моим счастьем, например. Потому что я знаю, что какие вещи могут делать меня счастливой. И если, там, знаешь, про уплотнение истории про счастье, если делать такую практику, да, как мы любим, нарративные практики, прям уникальные эпизоды счастья связывают в одну, в моей личной истории там вообще не присутствовали деньги. Как бы, и получается, тогда я становлюсь, ну, более устойчивой, когда мне что-то пытаются продать. У кого-то это может быть не так, и кто-то, ну, действительно, испытывает счастье от какой-то вот, там, скрутч Макдак или вот так в мультике, да, он там валялся, там, закатался на этих горках, он вообще был довольный и счастливый. Да, потому что я сейчас вот два пункта, пока я как-то говорил, вот подумал, вот, если как-то вот эти вот вещи сравнивать, часть и деньги, что можно купить, я как-то вообще подумал, ну, типа, как-то для меня в приоритете вначале счастье, а потом деньги. Потому что мне кажется, что, ну, или мне, по крайней мере, точно бы хотелось, что как-то, ну, и мне вообще, людям как-то по жизни, деньги приходили на какое-то, ну, на счастливое состояние. То есть если человек живет в каком-то прям апатии, страданиях, зато с бабками, извините, не надо. Можно я буду счастливым, да, а потом как бы деньги. Да, потому что, ну, типа, вот, я не знаю, вот мне кажется, что есть все равно очень богатые люди, которые, ну, прям несчастны, которые, ну, не могут этого купить, да, там, и с таким психиатром-психологом ходят, и с таким, там, гадалком и так далее, но нет у них счастья. И таких, ну, историй тоже есть много, там, ну, ладно, слышал, знаю. Вот, и поэтому как-то вот выбирая, как бы, ну, счастье-то, такой вещью нельзя потрогать, и деньги можно потрогать, тут как-то тоже разный момент. Вот, и что знаешь, я почему-то вот за, слово «купить» чему-то так захотелось как-то так зацепиться, вот, потому что, ну, купить – это как будто какое-то действие, да, и вот там можно, ты говорила, купить, там, отношения, купить друга, там, обнимашки, там, сфера секса, работы, и как будто купить – это такое, знаешь, ну, как будто вот, знаешь, взять у другого без его так спроса. Ну, то есть вот я там, не знаю, покупаю вот твое внимание, и как будто вот в этом, знаешь, нет такой договоренности между людьми, хотя по факту иногда она, ну, есть, да, ну, как бы, сейчас всеми уже там психологами, думаю, да, вот эта вот договоренность, да, почему там всегда говорят важно про запрос, сайтинг и все такое, держать какую-то конву вот этой договоренности, не то, что, знаешь, что-то одностороннее такое вот, что я просто беру, короче, я же тебе заплатил, ну, вот, уже такой очень интересный момент, хотел обратить по ним. Вот. Нам нужно притормаживаться, да, у нас последний вопрос, это вот такая бесконечная тема. Так, сейчас посмотрю там про вопрос, написали нам или нет? Так, нет, ни одного вопроса, комментарий не написали, поэтому мы сегодня сами. Вот. Так, ну что, переходим к нашему такому финишному, завершающему вопросу. Слушай, мы прям в час уложились, потрясающе. Я думаю, боже, мы 9 вопросов, два психолога собрались поболтать, это вот невыносимо. Но как-то нет, так вообще на изи, отлично. Бодренько, да. Да, вот, и последний вопрос, девятый, это, как ты вот так подумал, это какие идеи хотелось бы поддержать этим эфиром, да, ну вот, это как-то в целом такое у нас эфир. А какие идеи, может быть, критически пересмотреть? Вот, а просто как-то, это тоже такой вопрос, который ты меня спрашивала, этот вопрос у меня родился, типа, а почему ты захотел этот эфир провести? Потому что, ну, я подумал, что, наверное, есть какие-то вот идеи, там, ценности, цели, которые мне хотелось бы как-то подсветить, ну, как-то вообще за счет этого эфира, ну, и в целом, да. Вот, и как-то, ну, хотелось прям этому в конце прям еще уделить внимание, вот, чтобы как-то понять, что вот какие вообще там есть, может быть, дискурсы, идеи, которые как-то вот окружают даже наш сегодняшний эфир. Вот, я сейчас, может, попробую вспомнить, я точно понимаю, что я не смогу, наверное, все какие-то идеи, штуки обсудить, потому что я даже когда вот размещал про этот эфир, у меня были какие-то идеи, я их не записал, я помню, что я их забыл, но я их сейчас вообще еще не вспомнил. Вот, поэтому чем богаты, тем и рады, расскажем, что расскажем. Вот, потом, если у вас все тоже будут какие-то идеи, мне будет здорово, если ты поделишься, ну, если получится какие-то прям вот выделить, какие там хотелось бы как-то, может быть, подсветить. Хотя мы тут 8 перед этим обсуждали, у нас там уже столько вот прям чик-чик-чик-чик, что мы подсветили. Мне кажется, классно бы их подсобрать, на самом деле, потому что вот идеи, они звучали в самом эфире, что первое это ставить под сомнение и под вопрос, когда нам что-то пытаются как-то продать, капитализм ли это или конкретные какие-то люди, рекламы, то есть какая ценность за этим стоит, какая идея или какое чувство за этим стоит. То есть смотреть не на сам продукт как таковой, а смотреть как бы чуть-чуть за и сверяться. А мне вот это хочется, это чувство, мне, я соответствую с этими ценностями. Для того, чтобы так уметь, да, психотерапия, вот, классно вообще рефлексировать, рефлексировать самому, рефлексировать с кем-то, в группах, индивидуально, и тем самым укрепляя опору на себя, укрепляя вот это вот авторство своей жизни. Вот, и в этом смысле, мне кажется, это важная, была такая основная идея эфира. Да, да, слушай, ты тоже сейчас говорила, я вспомнил вот про вот две штуки, которые мы сегодня обсудили, я тут не помню, как ты их прописал, не прописал. Вот, одна про... Сейчас, что у меня тут? А, ну, вот на первую, которую мы только что буквально выше обсуждали, что для меня важно в начале счастье, а потом деньги. Вот, и вторая идея, это вот связано с тем, о чем ты говорила, про манипулирование. И вообще, знаешь, такая вот идея про то, что за деньгами, да, зачастую как-то стоит какая-то, ну, так как там, знаю, психолог, и как-то вот, ну, да, повторюсь, не экономист, не маркетолог и так далее. Я как-то смотрю на это именно с позиции какой-то вот там эмоций, убеждений каких-то там и так далее. Ну, в общем, всех психологических там функций, структур у людей. И про то, что как-то для меня за деньгами стоит часто очень история про чувства, про отношения, про истории, да, там, людей. И еще, в частности, вот, как-то, да, вот, хочется присоединиться вот к этой идее про манипулирование через деньги, про то, что там могут давить на какие-то чувства стыда, страха, например, да, вот, какие-то разные люди. Ну, тоже как-то делать эту вещь более такой видимой, потому что, мне кажется, когда какие-то вещи видимые, можно как-то, ну, давать ему отпор, как-то с ними сверяться. Вот, поэтому как-то еще тоже вот это такое, как лейб-мотив, хотелось бы как-то просветить. И еще идея про то, что, вот тоже как-то мы обсуждали, так вот, она вот так насмелькала, про то, что цена и ценность, да, вот к вопросу, сколько это качество или цифра, вот, что цена и ценность, ну, это разные вещи. Я никак не могу найти, однажды читал какую-то просто великолепную статью тоже, то ли Уайта, то ли кого-то другого из наших нарративных там основателей, они уже писали про деньги, и они какие-то там такие великолепные фразы говорили, но я не могу найти эту статью. Они как раз обсуждали про цену и ценность. про, вот, честно, не могу вспомнить, у меня только вот осталось ощущение с этого какой-то вот фразы, но я не смогу вспомнить эту формулировку. Да, вот как раз про, они говорили про то, что вот цена, эта вещь, ну, там, связана больше вот с цифрой, да, то есть она вот может быть высокой, может быть низкой, а ценность – это такая вещь, которая, она может либо быть и чувствоваться, либо нет. И когда мы говорим, что ценность чувствуется в разной степени, это уже какое-то вот идет такое, знаешь, такая какая-то вот игра, какой-то вот такой торг, и это уже больше про цену, это уже больше про количество, да, то есть когда идет какое-то вот шкалирование, это уже точно про сколько. А вот когда вот есть именно какое-то вот прям ощущение и вот прям такое чувство или там разделяемая какая-то там идея, это вот прям про ценность, это про то, что есть и про то, что там либо можно отнять, либо нет, и то, что, ну, как-то не подается какому-то шкалированию, вот. Не помню, не могу найти эту статью, наверное, уж никогда не найду, но прям эта идея прям как-то со мной живет. Спасибо, спасибо, что ты поделился этой идеей, и вообще спасибо за эфир, за этот живой разговор, я всегда очень люблю наши такие спонтанные, искренние, да, и не с позиции эксперта, где мы сейчас вам тут расскажем, что вам и как нужно, а с позиции, ну, такого человеческого, да, немножко нарративного практика, все равно есть, от этого никуда, но мне кажется, вот ты сказал, да, что психологи, когда встречаются, обсуждают про работу, мне кажется, вот такое тоже мы бывает обсуждаем, залетаем в какие-то такие идеи, и смыслы, и сегодня вот мы как-то, я еще подумала, что мы, как нарративные практики, кажется, хороши в вопросах, но ответы каждый сам человек себе как бы берет, и иногда мне помогает просто даже вопрос держать в голове, вот не то, чтобы на него знать ответ, а просто, ну, просто когда ты задаешь вопрос определенный, иногда бывает какая-то реакция, вот даже телесная реакция, и ты не нужно иногда вербально как-то переписывать, я такой, о, вот я что, я маленьким становлюсь, как сегодня было, да, вот эти вот деньги, большая купюра, и купюра, и я маленький, и мне как-то хочется уже рядом расположиться, и рядом к этому, ну, присоединиться, я становлюсь сильнее как-то и больше от этого, даже вот это может быть большой опорой, и, в общем, забирайте вопросы, пишите вопросы, если у вас будут, где вы это смотрите, вот, мы будем рады вообще продолжить диалог. Да, да, тоже хочу тебе сказать вообще огромное спасибо, что как-то откликнулась, созвалась, вот, я сейчас посмотрел, у нас, знаешь, на Ютубе висят наши эфиры, это у нас уже четвертый эфир, представляешь, который мы проводим, я прям такой, вау, ничего себе, вот, какой-то уже такой ТНД, вот, спасибо тебе действительно огромное, что как-то откликнулась, это звалась на эту идею, мне тоже прям очень понравилось, как сегодня получился диалог, много было каких-то таких живых и интересных вещей, да, как-то недавно услышал фразу, что человек, типа, когда говорит, он, типа, вслух размышляет, рождаются какие-то новые фразы, да, вот, это тоже очень интересно, поэтому как-то здорово, что-то еще удалось зафиксировать, спасибо современным технологиям, вот, поэтому на этой прекрасной ноте будем завершать, вот, подписывайтесь на Насте и на соцсети, на мои соцсети, ставьте лайки, потому что все блогеры говорят, что так надо делать в конце, поэтому, а мы как-то немножко блогеры. Немножко поиграем в блогеров, да, и спасибо всем, кто нас слушал, на самом деле, это было очень приятно, чтобы я чувствовала, что мы здесь не только с тобой вдвоем, но еще и есть такая рефлексивная команда, знаешь, за стеклом, которая такая, так-так-так, мы-то тоже одним ухом с вами, вот. Хорошо, прощаемся тогда на сегодня и до новых встреч. Да, все, всем пока. Пока.